Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим с вами о проблемах зависимости. Я Анна Смирнова и сегодня программа «Выбор» будет посвящена зависимости от наркомании. Обычно гости, которые были зависимы, они приходят в нашу студию со своими историями и рассказывают их анонимно, как правило. Наш сегодняшний гость – герой документального фильма «Через иглу», как раз в котором рассказывалась история и эпизоды его жизни, его жизни тогда еще зависимого человека, зависимого наркомана. Сегодня у нас в студии Эдис Витолинич. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. Я напомню, телефонный прямой эфир в нашей студии 6212-93-9 и 6213-93-9. Вы также можете звонить и писать в WhatsApp 2306191. Более шести лет вы уже не употребляете наркотики. Да. И вот вы говорите о том сегодня, что для вас делиться опытом – это невероятно важно, потому что если хотя бы один человек остановится, послушая вашу речь, вашу историю, узнав о вашей жизни и бросит употреблять, то это уже успех. Что чувствуете сегодня, когда видите таких, как вы тогда? Да, совершенно верно. Я просто очень часто, я живу в по-прежнему конераксе, и очень часто приходится смотреть на те же лица в полусогнутом состоянии употребляющие. И много пишут, что сейчас уже все меняется, уже не так много употребляют. Но я это все вижу, и по мне так очень малая часть бросают наркотики. И какие у вас эмоции вызывает это, когда вы видите тех людей, себя 6 лет назад, 10 лет назад? Сострадание и жалость. Потому что я знаю, как это трудно, и большинство из них даже не хотят менять свою жизнь. Ну, к сожалению, это так. На сегодняшний день я больше стараюсь обращаться к тем, кто еще не пошел, не пробовал. Молодежь, школьники, пусть, ну, будем реальны, очень большая часть уже пробовали наркотики какие-то. Но я стараюсь к ним обращаться, делясь своим опытом, чтобы они не продолжали думать о последствиях. Потому что, ну, я не думал о них. Мне казалось, у меня море по колено, и я могу все. И зависимость – это бред взрослых, бомжей и вообще отбросов. Интересно, вы сказали, что большая часть школьников, ну, по вашим наблюдениям, уже попробовали. Один из выздоравливающих наркоманов, который был в нашей студии, как раз говорил о том, что сегодня не так сложно бросить, употреблять, как не начать употреблять наркотики. Так и есть? Да, совершенно согласен. В принципе, на сегодняшний день это доступно везде. И еще мне некоторые рассказывали о Даркнете. Ну, это в интернете, в принципе, можно приобрести. Тебе привозят в определенное место, кидают место расположения. И даже хорошие ученики первой гимназии и так далее могут себе при желании достать. Вот в документальном фильме «Через иглу», который у вас снят, там есть такое сравнение наркомана, чувства, которые испытывает наркоман с пустым колодцем. И этот пустой колодец, как будто бы наркоману кажется, только героин может помочь его заполнить чем-то. Вот это чувство преследовало и вас, чувство пустого колодца внутри? Да, определенно. Это было сравнение моего с употребителями. В принципе, единственное, что могло хоть чуть-чуть наполнить, это были наркотики и употребление. Начало употребления опустошает, а дальнейшие уже наркотики – это единственный способ, хотя бы как-то эту пустоту не чувствовать. Говоря о том, когда она появилась, эта пустота, вот опять же, один из наркоманов, который выздоравливает, он говорил в нашей студии, что стал зависимым ещё задолго до того, как начал употреблять. То есть ещё в детстве, это были детские страхи, и они в нём, вот эту зависимость, собственно, зародили это зерно. Да. Что касается вас, вот вашего детства, когда появилось это чувство пустоты? Сколько я себя помню, оно было всегда со мной. С детства я всегда чувствовал внутренний не таким, чужим. Я довольно легко находил друзей, общался с ними, но была какая-то грань, которую мне очень трудно было переступить. И я с 11 лет уже начал злоупотреблять алкоголем и всячески по-разному влиться в общество, ну, то есть в класс, в дружбу. То есть я играл какую-то роль клоуна, ну, так я выделялся, так я как-то вот... Самовыражался? Да, самовыражался, заглушал какие-то чувства, да. Ну, когда все смеются со мной, да, тогда я не думаю о том, как я чувствую себя. Мне кажется, что все в порядке. Потом алкоголь. Ну, в принципе, так как-то. Вот вы в фильме говорите о том, что после трагедии, которая произошла в вашей жизни, после смерти матери, у вас пропал характер. Вы так вот выразились. Что это такое потерять характер? Это отсутствие амбиции, желаний, силы воли? Вот что это? Какое это чувство? Да, жизнь стала как-то безразлична, и вот перед этим я довольно так самонадеянно чувствовал себя, ну, что я могу все достичь, и я такой большой. И точка отпора оказалась моя мама, которая у меня создавала какой-то комфорт, помогала мне, поддерживала. И как только она, ну, умерла и ушла из моей жизни, вот, это куда-то не делось. И я, в принципе, пошел по пути, который я уже с детства видел, знал. Очень быстро вспомнились наркотики, и что с помощью них можно ничего не решать и пойти самым быстрым способом. Вот, ну, это и есть, вот, то, что я потерял, вот, не знаю, как еще. Да, 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 образовалась, и вот, с таким, ну, усиленным эффектом. Нередко в народе обычно сравнивают наркотики, вернее, делят на легкие и тяжелые наркотики. И, опять же, зависимые люди говорят о том, что это очень ошибочно, и марихуана только трамплин героину. В этом смысле в вашей жизни был этот постепенный переход от тяжелых, ну, условно назовем их так, от легких к тяжелым? Ну, у каждого зависимого все-таки есть какие-то свои наркотики. Я, в свою очередь, более, как это называлось, более наркоман, более так, мне все равно было, что употребляете. И мой трамплин, я даже не знаю, я родился, вот, с каким-то чувством ущербности, вот, не такой. Ну, и жизнь в какой-то мере, вот, влияла, и я не сумел справиться. Что насчет легких и тяжелых наркотиков? Ну, у меня есть хорошее, мне прилипло одно сравнение. Что отрезать, руку или ногу? Обе вещи страшные, обе вещи немножко, ну, будут мешать жить. Вот, неудобно и по-своему. Вот так и с легкими и тяжелыми наркотиками, да. Ну, как бы, можно жить без руки, можно, можно без ноги, ну, вот, будет как-то не так. В общем, силу легких наркотиков не надо недооценивать, можно так сказать. Вот, когда смотришь на вас в фильме, создается такое впечатление, что у вас все просписано, там, по минутам. То есть, сдать нужно, необходимо собрать, сдать металл, получить деньги, приобрести наркотик, употребить. Затем вы едете к наркологу, потом отмечаете в полицейском участке. И все это настолько предприимчиво. Вот откуда эта предприимчивость у наркомана? Ну, нет выбора, нет времени на сон, потому что вся жизнь подчинена тому, чтобы достать наркотики. Больше, еще, их никогда недостаточно. В течение годов, ну, в принципе, розовый период кончился за первый год. И дальше, ну, только полная деградация, уже не следил за собой и понял, что. И росла необходимость в количестве веществ. Ну, и с каждым годом, потому что, ну, одни перестают действовать, надо добавлять к ним еще какие-нибудь. Я, в принципе, не переходил с одних на другие, я просто добавлял еще один наркотик в мое употребление. Вот так. Удивительный такой факт из вашей биографии, наверное, в том, что вы занимались бегом профессионально, и легкой атлетикой, если я не ошибаюсь, ну, в том числе бегом. И в фильме вы рассказываете историю о том, как за 100 метров вы обогнали 16 человек, хотя были в самом конце, вы просто поняли, что необходимо победить, и вот нашли в себе такие какие-то суперсилы, можно сказать, обогнать всех этих людей. То есть, и вы так далее, вы сказали, что эти эмоции, они несравнимы ни с каким приходом. Вот это чувство победы, когда ты преодолеваешь себя. То есть, вы тогда понимали, что в жизни есть что-то сильнее наркотика, даже находясь в состоянии зависимого человека. Было это осознание? Конечно, это никуда не пропадало, просто я это смог чувствовать, вспоминать моменты трезвости, которые очень редко были, но все-таки. Ну да, для достижения таких чувств необходим большой труд. Много тренировок, много времени. И как зависимый человек, я просто в течение времени начал выбирать более легкий способ справляться с каким-то и достигать какие-то чувства. И вы еще в фильме подтягиваетесь около 10 раз, по-моему, у себя дома, да? И так, несмотря на то, что вы в тот момент употребляли тяжелые наркотики, вы можете потянуться 10 раз, и какой-то вот улыбка, вы улыбаетесь в фильме? То есть это не пропадает? Ну, это только такая какая-то реакция, но внутреннее чувство полной пустоты и безнадеги. То есть это была маска? Ну, конечно, конечно. Сколько раз сегодня можете потянуться, кстати? Ну, 8 могу. А, то есть так. Ну, да, я чуть-чуть похорошел, набрал веса. Сейчас больше, чем 100 килограмм. Там было около 60. Ну, спортом сегодня занимаетесь? Стараюсь, да. Так для себя, ничего серьезного, профессионального, ну, чтобы держать себя в форме, конечно. Еще один момент, который у меня вызвал из фильма, такое по-настоящему, наверное, щемящее чувство, когда вы собираете металл, чтобы сдать его и получить деньги, вы ломаете детскую игрушку, чтобы отделить конструкцию, ну, то есть, чтобы лишнее убрать и оставить только металлическую конструкцию для сдачи. И в этом есть какой-то, на мой взгляд, такой контраст светлого и темного. Вот вы чувствовали эту границу между? Нет. Полностью все какие-то такие чувства, ну, заглушены. Я не давал вообще ему волю. Хорошо, плохо. В этой жизни есть что-то главнее, что в первую очередь. И правильно, неправильно, это уже, ну, не важно. Конечно, были какие-то такие, ну, нельзя там бабушек трогать, детей. Ну, принципы в этом смысле. Принципы, да, этой жизни. Ну, и то не всем эти, они такие даны. Ну, я очень старался людей вообще не трогать. Если я ворую, то я ворую то, что плохо привязано. Больше так, ну, потому что у меня все-таки было какое-то чувство, ну, людей как-то. В детстве я рос в этом районе, и всегда был какой-то конфликт с какими-то глупниками и так далее. Ну, это осталось немножко. Когда вы были в тюрьме, как вас сформировало это, как на вас это, какой отпечаток оставило это? Ну, я понял. Ну, в моей жизни был один большой драйв передвижения и сидеть на месте в тюрьме, в одной такой комнате, где тебя выпускают на один час в день. Ну, это было самое и такое трудное. И еще то, что, ну, там я должен был подчиняться правилами тех, кто там дольше. Ну, и это очень тоже трудно было. То есть такая дедовщина. Дедовщина. Ну, можно и так сказать. Сейчас небольшой перерыв сделаем, потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем в эфире программа «Выбор». Говорим мы сегодня о зависимости от наркомании. И у нас в гостях сегодня герой документального фильма «Через иглу», в котором как раз рассказывается история его жизни, описание эпизода из его жизни, жизни тогда еще зависимого наркомана. У нас сегодня в гостях Эдис Витленич. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Напомню, телефон напрямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также можете звонить нам и задавать вопросы нашему гостю. Пишите в WhatsApp 230-6191. Вот один из выздоравливающих наркоманов, который был в нашей студии, он говорил о том, что… И вы, мне кажется, тоже об этом упомянули в первой части. О том, что ощущение кайфа от употребления, оно вот только на первых этапах, это можно сказать 5-10% от всего употребления. Все остальное – это просто доза для того, от необходимости для того, чтобы, ну, просто каким-то образом выживать. Вот насколько долгосрочным было у вас удовольствие от наркомании, наркотика? Первый раз. И все? Это только один раз? Да. Ну, это вот и было вот это самое такое зерно, которое засеяло. Ну, чтобы вы поняли, я первый раз употребил такие наркотики серьезные. В 14 лет я еще тогда занимался леготлетикой, и была жизнь наполнена и всем чем. И было хорошо, не было последствий, было наслаждение. И все остальные разы этого… С каждым разом все больше разочарования, похмелья, заплеты и кумары. Ну, и плюс, конечно, самоощущение вот депрессивности, моралки. Оно только развивалось и добавлялось в свою… росла. Передозировки были у вас? Да. Даже в фильме вот в начале это передозировка. Если бы не были рядом те, кто снимали, и опытные наркоманы, в принципе, не уверен, что я бы сидел здесь. А процесс ломки, насколько он невносим, может быть, и разрушителен? Ну, честно говоря, я максимум удерживал день-два-три, может быть. На сегодняшний день я здесь, я отошел благодаря врачам. Я не мог вынести, я, в принципе, какие-то паузы в употреблении не делал. Мне врачи помогли. То есть это такое невероятно дискомфортное психологическое состояние, психическое состояние, и в то же время физически это страшно, потому что вы испытывали такую, наверное, жесточайшую боль физически. Да, как будто неделю не пил воду. По ощущениям, плюс моралка, плюс потеешь, ломает кости, не можешь спать, не можешь передвигаться. И, ну, одна надежда, что у кого-то из своего потребителя где-то что-то получится и как-то поможет. Потому что, ну, мы друг друга понимаем, ну, как тяжело бывает. Вот, общаясь с гостями в нашей программе, нередко они говорят о том, что в основе любой зависимости лежит и человеческая драма, и семейная драма, возможно, и даже трагедия или горе какое-то. И если вот в некотором таком философском, может быть, ключе подойти к этому, вот есть горе, как на мой взгляд его можно разделить, одно молчаливое, когда человек уходит в себя и молчит, и другое – это надрывное, когда ему приходится кричать, чтобы высказать свое горе или там причитать в дальнейшем уже уходя от этой амплитуды. Вот какое горе наркомана, как его можно характеризовать? Молчаливое, однозначно. Все держим в себе, выплескиваем на других, нередко на таких же или простых, нормальных, независимых людей, когда попадаются под руку. Это просто злость, которая вот горит внутри нас. А мысли о смерти были у вас, о суициде? Конечно, конечно. Все последние, ну, последние три года, все время, каждый раз, когда меня кто-то будил, ну, как бы из передозировки, ощущение было «зачем?», опять, опять эти муки, которые никогда не закончатся, невыносимая жизнь, невыносимый я сам. И да, конечно, я сам пробовал, но не получилось. Плохо хотел, наверное. А страх смерти, он вообще пугал вас? Ну, был, конечно, но я больше думал о каких-то родственниках, наверное, что с ними будет, как будет. Я, конечно, понимал, что я их мучаю, и, ну, в тот же момент я думал, ну, как, как так? Я даже не справился, ничего не сделал в жизни, и, может быть, когда-нибудь я захочу, смогу отойти от этого. Ну, в фильме вы говорите о том, что вам необходима принудительная реабилитация, то есть наркоман ждет, что ему помогут, что его спасут. Есть это на подсознании? Ну, не у всех. Некоторые живут в иллюзиях, некоторые искренне хотят, но не знают, как. Ну, есть очень простой способ, надо начать что-то делать, менять, поступать по-новому. Ну, бояться, ну, как бы, более комфортно жить в том, как привык, то, что известно. А все новое это пугает, это, ну, я же ничего не умею, я ничего не знаю, вот, у меня то же самое было. Вы в какой момент поняли, что нельзя так больше? После фильма, после того, как вышел с реабилитации, я сорвался. Ну, коротко о том, как это произошло. Я когда с реабилитации вышел, мне казалось, я тоже делил, мне казалось легкий, ну, то есть алкоголь, легальный, так назовем, наркотик, это можно иногда. Я выпил буквально полстакана, на следующий день это уже был стакан, потом бутылка две. В течение недели я уже дошел до двух-трех бутылок, я уже не помню, что это было за напиток. И в алкогольном употреблении я встретил наркомана и просто сам по себе спросил, вот, можно достать, да, конечно. И три сутки уже тяжелые наркотики. После них я вот проснулся и по ощущениям я был там же, ну, вот до этого срыва я три месяца в реабилитации не употреблял. Ощущения все те же, чуть-чуть лучше, может, выглядело, да, но все-таки за три месяца. И все мое существо, ну, как бы, тянулось еще дальше. И я понял, ну, там я уже был, все сделал, все испробовал, поступлю по-новому. Вот такой, действительно, который мне вспоминается, переломный момент, да, был, наверное, все-таки тот. Вот, и после, ну, все, я дотерплю, вытерплю, буду делать, что надо, буду делать, что говорят, буду обращаться за помощью. И все, с того дня, вот, до сегодняшнего дня я чистый. Вот. Можно это назвать дном, тот момент, когда вы это осознали, и с чего и началось ваше выздоровление? Да, 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 да. Ну, конечно, вот этот перерыв реабилитации, там тоже много я научился, мне дали программу Миннесоты. Вот. Я много приобрел, там, отошел. Ну, вот, переломный момент все-таки тот, наверное, такой, по ощущениям, когда все, так больше нельзя. Что касается жизни уже в чистоте, наверное, давайте сейчас поставим комментарий гостя нашей программы, выздоравливающего наркомана, о том, как он чувствует себя сейчас в трезвости, он рассказывает нам. Ощущение в чистоте, что тебе всего мало, говорит он. Давайте послушаем. И это проявляется сегодня в чистоте, да, то есть мне, ну, мало. Если я куда-то иду проводить с кем-то время, мне мало, мне хочется еще. Если мы, там, смотрим футбол, мне мало, я хочу еще, или мы в него играем, я хочу еще. Мне все время как бы мало, да, но это просто механизм, да, он работает, да, ну, то есть, и он не может за один день уйти. Сегодня еду в машине и думаю, у меня машина, да, ну, не очень классная, я хочу себе получше, да, ну, понимаете? То есть мне мало, я хочу еще, потому что у меня пусто, да, и, соответственно, эту машину, я ее употреблять хочу. Ну, употреблять ее, да, то есть, чтобы она давала мне чувство какого-то счастья, но я его не получаю никогда. То есть это разрушающее чувство, когда мало? Ну, не то, чтобы разрушающее, знаете, сегодня оно не совсем разрушающее, да, но просто, наверное, нет, все-таки оно разрушающее, ну, я соглашусь с вами, потому что, когда их очень много, и ты ими не делишься, они копятся, да, они копятся, из-за того, что они копятся, да, становится тяжело, в принципе, пребывать в сознании, да, и начинают сразу, ну, скверно исходить из тебя. Вот это чувство, что тебе мало, есть ли оно у вас, и как вы видите жизнь с этим чувством, как можете прокомментировать? Да, конечно, это ощущение никуда не деться, это вечный двигатель зависимого человека, по крайней мере, ну, я говорю про себя, вот. Ну, это и в моей жизни это иногда помогает достигать каких-то целей, идти к следующим, стремиться к чему-то, да. Да, но иногда вот это заносит к последствиям, так же, как употребление, очень тонкая грань между, как сказать, ну, правильными и неправильными, да. Например, скорость, какие-то машины самые крутые, они едут быстрее, и у них могут быть последствия, потому что я еду, я наслаждаюсь все хорошо до тех пор, пока меня дорожная полиция не ловит, не ставит штрафы, вот. В бизнесе я хочу достичь, достичь все и сразу, вот, и в какой-то момент я могу какие-то неправильные действия делать и потерять все, банкрот, да. Но вообще развиваться и стремиться, ну, мне иногда помогает стремление, потому что жизненные силы, как таковые, ну, за 6 лет довольно исчерпались, честно говоря. Ну, вот жизненные силы и любовь. Интересно, что, когда говорят о пустоте, в то же время говорят и о любви к близким, например, к тем, кто тебя окружает, и нередко зависимо говорят о том, что они не могут сейчас в чистоте идентифицировать эту любовь к близким. Я еще как раз вспоминаю тоже момент из фильма, как правило, люди говорят, что наркоманы, они становятся бесчеловечными, они не обращают внимания ни на что и не могут ничего чувствовать, то есть духовно каким-то образом истощаются. Ну, вот сцена, например, когда вы провожаете бабушку свою после суда, говоря о том, что ей стало плохо, это ведь невероятно заботливо, несмотря на ваше состояние. Ну, конечно, у меня две личности, полностью зависимые и, как бы, я. И они конфликтуют, враждуют, потом как-то один уговаривает другого. Там вечная такая, ну, не знаю, борьба внутренняя, вот. Где, что, как, правильно, неправильно, это не важно, сейчас важнее употребить. Вторая личность сейчас не важна. Бабушке самому близкому человеку, который у меня есть, остался, да, который заботится плохо, надо позаботиться о ней. То есть, эта идентификация любви, она всё-таки остаётся? Ну, конечно. Знаете, как у Достоевского здесь дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людские. Можно сказать, что здесь какой-то параллель к литературе провести, да? Да, да, очень круто. То есть эта борьба дьявола и Бога, ну, если даже не в религиозном ключе говорить, а… Да, внутреннем, да, конечно, есть вот такое двухстороннее… Противоборство. Да. Ну, вот вы в своём недавнем обращении говорите о том, что о тяге и слабостях всё-таки, они присутствуют? Как вы, удаётся вам с ними работать? Ну, конечно, это зависимо на всю жизнь. И, в принципе, вся жизнь причина этим, этому. И сейчас, чем дольше я остаюсь, ну, не употребляю, я понимаю, что я должен регулярно заботиться о том, чтобы, ну, как бы внутреннее вот это выздоровление, можно сказать, да, поддерживать. Это как вечный экскаватор вниз, вот. Я могу всё, что угодно делать, бизнес, семья и так далее, это, ну, всё у меня будет хорошо, я буду выглядеть хорошо, но экскаватор меня будет тянуть вниз. И, ну, выздоровление в моём случае, это продолжать двигаться всё-таки, ну, как бы, поэтому, чтобы я меня не тянул вниз, делать всё, что угодно для этого. Помогать другим, ну, работать с помощью групп поддержки, ну, ещё много разных инструментов есть. Я бы сейчас хотела, чтобы мы поставили ещё один комментарий к гостю нашей программы, с которым мы также говорили о наркотической зависимости, об умении радоваться жизни. Давайте послушаем. Самое страшное начинается, на самом деле, тогда, когда ты остаёшься чистым, да, когда ты перестаёшь употреблять, когда ты начинаешь осознавать то, что ты не чувствуешь ничего вообще в этой жизни, да. Ты не понимаешь, что такое любовь, ты не чувствуешь этих чувств, да, у тебя их, ну, нету, да, то есть, ну, они атрофированы. И это больно осознавать, да, то есть, ты можешь смотреть на своих близких, да, самых близких тебе людей, и ты не идентифицируешь любовь к ним, да, то есть, ну, и это очень больно, да, но... Благодаря программе выздоровления, да, я могу научиться это делать, да, то есть, ну, и есть какие-то вещи, которые новые, например, случаются в моей жизни, да, ну, я очень благодарен. Уже в чистоте, да, ну, я стал отцом, да, и, допустим, любовь к своему ребёнку, да, это чистое чувство новое, которого у меня не было, да, и я рад, что это приходит. И, на самом деле, всё-таки, временами я чувствую то, что очень редко, но я умею чисто радоваться каким-то вещам заново, потому что я не умею радоваться жизни. Вот это умение радоваться тому, что есть у тебя в реальной жизни, как оно пришло к вам, и пришло ли оно в полной мере сейчас? Очень трудно ответить. Есть моменты, да, они приходят, как оно пришло, это был, мне кажется, второй-третий год моего выздоровления, чистоты. Я тоже работаю по определённой программе, и мне пришло вот чувство вот какое-то нерелигиозное, но такое вот, назовём это высшей силой. Да. И вот какой-то вот, я искренне радовался за погоду, осень, лето, зима, без разницы. Я начал любить других, меня куда-то приглашали, и я понял, что, ну, я пошёл там какие-то тоже вот с фильмом там, и мне в тот раз, ну, там, не было возможности оплатить дорогу и так далее. И я приехал, рассказал, ко мне подошли вот некоторые школьники, можно назовём их так, и с благодарностью, и я понял, что мне хорошо. Ну, я от них ничего не жду, мне ничего не надо. Вот это, наверное, такое вот, я был рад в тот момент искренне. И время в то время мне это приходит, и учит то, что вот высказывал. Да, ну, я, наверное, всю жизнь буду учиться, стремиться вот к какой-то духовности. Ну, это определённое испытание для вас? Ну, нет, это не испытание. Испытание – это какое-то вот нереальное такое. Какое-то, это больше, ну, трудности. Ну, чтобы что-то было, надо в это вкладываться, скажем так. Ну, сейчас я знаю, что можно достичь всё, пережить всё, ощутить всё. Ну, на этом надо учиться и вкладывать труд. Давайте ещё один комментарий поставим, и после поговорим об этом. Да. Может быть, это так как-то откровенно будет звучать, да. Но я реально понимаю то, что в моей жизни сегодня ничего не может случиться такого, да, что по уровню, как бы, эндорфина в моём голове, да, оно даже рядом не встанет с употреблением. Никогда. И именно из-за этого ты не можешь радоваться. Тебе всегда нет вот этого вот количества эндорфина. Да, оно нигде не подскакивает, ни в какой ситуации. То есть, если простой человек, независимый, может там вкусно поесть, там что-то сделать, он там наслаждается жизнью, да. И, ну, то есть, у меня там был случай, например, когда, ну, образно говоря, я сижу вот там в кругу близких мне людей, да, там приготовили какой-то особенный торт, да, все им наслаждаются. Просто за этот вопрос, ну, вот там, ты там, как вот, эмоции там у тебя. Я поворачиваюсь, смотрю на них, да, мне как бы абсолютно безразлично, торт это, да, или что это, да, то есть. А они радуются в этот момент. Я на них смотрю и говорю, а вы пробовали когда-нибудь опиаты? Ну, это вот мой ответ на вопрос, да, потому что и вот из-за этого тяжело научиться радоваться, вот это вот счастье испытывать, да, потому что, ну, но иногда оно приходит. Ну, вот иногда оно приходит. Приходилось ли вам видеть такую радость людей и не понимать, чему они, собственно, и радуются? Нет, я всегда стараюсь понять все-таки. Да, действительно, опиаты и стимуляторы – это одна вещь, которая вот очень такой уровень эндорфинов. Да, физически несравнимых, но когда я в себе развиваю какой-то вот этот духовный контакт, назовем это так, да, я искренне и долго могу радоваться насчет любых вещей. То есть и торт может обрадовать вас? Конечно, сладости, торт. Бить и сладкое. Да, это вообще мое. И да, я сейчас время от времени стараюсь попробовать что-нибудь новое, именно из пищи, и есть в этом какие-то ощущения. И я учусь их приостанавливать, наслаждаться. Я всегда хочу куда-то бежать вперед. Даже не физически, а мыслями и дальше еще, да. Но я учусь приостановиться, чтобы мне не пошел этот механизм вечного голодания, еще, еще, еще. Вот, учусь иногда, получается. И искренне могу наслаждаться и радоваться, не знаю, трефелями, каким-то экзотическим. Недавно попробовал, оказывается, это мое, мне нравится. Экзотика. Да. А вот оставаться наедине с своими мыслями, насколько это риск для выздоравливающего, зависимого? Очень. Даже для того, кто долго в завязке уже. На всю жизнь. Я наркоман, я зависимый. И, в принципе, сколько я смотрю, ну, большинство так. Нужна какая-то регулярная поддержка. Вот, я это нашел в своих группах поддержки. Вот, я могу находиться в компании друзей, подруга, еще некоторые друзья. И как-то просто вот ощутить одиночество. То есть, одиночество в толпе. Такое тоже бывает. Да, 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 да. Ну, это, мне кажется, какие-то последствия тоже. Ну, вот, вот, все, у меня пропадает, вот, какой-то я другой, у меня нет контакта с ними. Ну, и как-то приходится возвращаться здесь и сейчас, в этот момент, с ними. Да. Какой период жизни все-таки вы сейчас переживаете? Можно ли это назвать, ну, определенного рода победой? Или это капитуляция как раз перед наркотиками и осознание своего бессилия, может быть, для выздоровления? Или это выздоровление за счет борьбы? Вот какой вы сейчас период переживаете? Какое время? Именно перед наркотиками? Да. Признаю свою капитуляцию, то, что, ну, это вещь сильнее меня. Будем реально. Я не умею, у меня нет опыта один раз или как-то, ну, что я могу чуть-чуть, немного, раз в год или как-то тому подобное. Это моя капитуляция, да. Во всем остальном выздоровление в промежуток жизни. И чем дольше я чистый и не употребляю, тем я больше информации собираю, знаю, работаю с собой, я понимаю, что я ничего еще не понимаю. Может быть, я не пойму, но я могу идти и стремиться к этому. Потому что и в этом есть какое-то мое желание понять все, чтобы я знал, как мне действовать. Ну, в жизни так не происходит, не идет все по определенному сценарию. Невозможно знать все. Так что, поздравление, вот сейчас такой трудный период. Я как раз работаю с какими-то, скажем так, обидами детства, употреблением и вот такими вещами. И понимаю, насколько я вот через себя много что воспринимаю. Мне кажется, что все проблемы мира, это вот я в них виноват. Ну, я разбираюсь в этом и работаю над этим. Можете ли вы сегодня назвать себя счастливым человеком? Да, конечно. Мой худший день, у меня сейчас очень трудные периоды, разные. И как бы там ни было, я все равно просыпаюсь и понимаю, что мне, во-первых, в первую очередь утро. Мне не надо куда-то бежать, мутить и употреблять. У меня есть какие-то обязанности, подруга, собака, работа. И самый худший день банкрота, вот, не сравнится с самым лучшим употреблением. И, ну, это, ну, наслаждаюсь этим, как бы. Спасибо вам, что вы нашли время и пришли к нам в программу. Герой фильма «Через иглу» Эдис Виталинч был гостем программы. Спасибо вам. Спасибо, Наша. Всего доброго.